Итак, Сергей, ну что ж, тебя ждет бой за временный титул чемпиона UFC с Томом Аспиналом. А вот ты считаешь, что этот поединок, он все же определит не просто временного чемпиона, а реально сильнейшего тяжеловеса на данный момент? Именно ваш поединок, а не поединок Джона Джонса со Стивеном Милочичем? Да, для меня это настоящий пояс. Но пояс-то настоящий, а я имею в виду, что вот именно сильнейшего, вот реально сильнейшего тяжа. Ну, конечно. Если мы возьмем, скажем так, ни в коем случае, там никого не хочу ничем обидеть, Стивен Милочичем, сколько, 20 с чем-то года, на данный момент Джонс получил травму, и сейчас будут сильнейшие ребята сражаться за пояс. Ты же ведь до этого уже дважды готовился к поединку с Томом Аспиналом. То есть это было в каком-то... Вы должны были встретиться в 19-м, что ли, а не в 20-м году, по-моему, и в 21-м. То есть на что обращали внимание вообще тогда при подготовке вы с тренерским штабом? Да, так же, как и всех соперников, рассматривали, просматривали, разбирали сильные и слабые стороны, в принципе. Все у нас, как всегда, по плану идет. Каждого соперника ты просматриваешь, строишь под него тактику. Ну, давай тогда чуть-чуть про сильные и слабые стороны Тома. Что в нем хорошего, вот ты лично видишь? Скоростной парень, умеет бить, бороться. Молодой, крепкий, в принципе. А минусы какие? Много разговаривают. Много разговаривают? Ну, я же там говорю, что я два раза, оказывается, от него снимался или что-то, бежал. И для меня это интересно было. А тебя это зацепило? Нет, не зацепило. Просто я никогда не снимался. Если там бой не состоялся, то, наверное, либо визы не было, либо там какие-то ковидные истории. Ну, мне кажется, уже в нашем, скажем так, деле ребята-профессионалы и понимание совсем другое. У нас нет такого, что там снялся, еще что-то, уже все дерутся. И, в общем, другие мысли о другом мысли. Вот твой бывший тренер Артем Бера, он говорил, что при атаке Аспинал сильно задирает голову. То есть и низко опускает руки. Вот есть такое, на твой взгляд, в его действиях? Он еще не встречался? Конечно, конечно. Мы все рассматривали. Полностью знаю его сильные стороны, слабые стороны. Он просто еще не встречался с настолько бьющими ребятами, как ты, которые с одного удара там могут вырубить. Ты знаешь, как... Ну, а смысл вообще что-то говорить? У нас осталась, сколько там, неделя? Неделя до боя. Выйдем в клетку, там посмотрим. Я готов на бой на все 100%. Поэтому, я же говорю, мы его просмотрели, изучили. Все в порядке, все нормально. Крепкий парень, который ни в коем случае, там, знаешь, нет такого, что недооцениваем. Полностью подготовлено все пять раундов. Все полным ходом. Осталось только за этим клетком, чтобы она захлопнулась. И там будем смотреть. Продолжение следует... Все бегом закрепленные комментарии. А мы продолжаем. Если говорить об оборонительных действиях, нет ли такого, что главная задача не дать себя перевести? Потому что Аспинал, у него же и граффлинг классный, и переводит он, как мне кажется, хорошо. Конечно, надо быть на чеку. Надо смотреть полностью, контролировать. Надо держать дистанцию. Надо внимательно наблюдать, что он будет делать. Полностью все аспекты просматривать. Его задача будет также пуптаться с разных этажей, подергать, свою работу навязать. Моя задача будет просмотреть его защиту, защититься от его работы и навязать свою работу. Поэтому будет здесь такая... Бой не только, скажем так, мышцы, грубой силы. Тут надо будет еще думать. Очень хорошо думать. Вот на днях Камил Гаджиев сказал, что в 2017 году у тебя с работой в партере дела, так скажем, не очень обстояли. Расскажи, как они сейчас обстоят. Ну, я бы не сказал, что у меня не очень дела были с партером. Просто я, скажем так, всегда говорю, что лучше в стойке. И я, скажем так, свою сторону не сильно уделял. Всегда, в принципе, я нормально боролся. Ну, конечно же, я понимал, куда иду после того, как в описание. ЮСИ произошло. Мы очень много работали над всеми аспектами. Потому что понимали, что это сильнейшая организация, которая будет смотреть мои бои, думать, что я там слаб в этой, в этой стезе. И надо полностью себя подготавливать во всех аспектах. Поэтому велась, конечно, большая работа по всем направлениям. Сергей, вот когда в последний раз на тренировке, вот когда ты боролся в партере, ты выбирался из какой-то сложной позиции, и, допустим, тебя там тренер за это похвалил. Вот вспомни какой-нибудь такой момент. Слушай, на самом деле, периодически, каждую неделю у нас очень, скажем так, три раза борьба в неделю. С очень хорошими ребятами увозишься, расстаешь. Тренер Стив мог, как всегда, хвалить, говорит, молодец. Когда ты с какого-нибудь тяжелого положения либо не дашь пройти, тренер всегда, скажем так, подбадривает, одобряет. А какой-то конкретный случай сможешь такое вспомнить? Да так, я не вспомню. Постоянно возимся. То есть на этом даже акцента нет. Это нормальная, знаешь, такая трудовая работа. На это даже внимание не стоит смысла обращать. Тут в целом объем играет работы проделанной. Но, тем не менее, у тебя бывает такое, что ты кого-то заставляешь сдаться каким-нибудь или удушающим, или болевым приемом. Ну, в общем, когда стучат одним словом. Знаешь, как я больше аспект делаю на другое. Я даже на это внимание, потому что я не стараюсь работать в партере в бою. У меня чуть на другой ориентир. У меня другие задачи. Кто сейчас вообще твои основные спарринг-партнеры? И кто сейчас твои тренеры? Ну и, соответственно, кто будет в углу у тебя в этом поединке? В углу у меня будет Андрей Клопнев, будет Артем Левин, Стив Мокко. Также будет мой менеджер Резван Магомедов. В принципе, в АТТ Марселла Гом, Саид. Вот еще ребята с Андреем Орловским тоже работали. Тяжей ребят хватает. Сергей, ну что тебя еще также выделяет, помимо сильного удара, это то, как ты удары соперников держишь. Вот за твою карьеру в UFC вообще какой удар, который ты пропустил, был самым ощутимым, самым сильным? Я, наверное, скажу так, самый тяжелый удар это на тренировках. Самый тяжелый удар это когда вот эта вот невидимая работа спаррингов вот там бывает. То есть в боях такого как-то ты даже не чувствовал себя там, что типа... Честно сказать, не было такого, да. Наверное, на тренировках искры летали. Так, а на тренировках кто жестче всех попадал, расскажи. Слушай, ну хорошо, мы прям ругались с Саней Волковым. Прям такие были жестокие спарники у нас, хорошие. Прям приближенные к бою. Ты, кстати, чем объясняешь то, что он так неудачный бой с Аспиналом провел? Опять же, кстати, проиграл за болевым приемом. Знаешь, мое мнение, я честно тебе скажу, я подготовился с ним, я думал, что он 100% выиграет. Не знаю, может быть, какие-то травмы были, может быть, что-то такое. Потому что, честно скажу, на тот бой я думал, что он выиграет его спокойно. Может быть, какие-то, я же говорю, травмы, еще какие-то вещи были, которые там повлияли. Мы тут делали недавно интервью с Дереком Рьюисом, и он сказал, что твоих ударов я не почувствовал. Твоя реакция. Эти слова, ты их как, так скажем, воспринял? Не знаю, со смехом или с раздражением каким-то? Если объективно, мы же понимаем, что, когда он говорит обо мне, и какие-то эти вещи, это же ему придает медийки и так далее. Мы же понимаем, что это, скажем так, работа на свой, там, пиар. Поэтому, тем более, здесь они так могут спокойно. Это у нас, но, знаешь, это будет выглядеть, как будто ты пустомелишь. А здесь нормальные вещи, поэтому вообще налегке. Со смехом. Смотрел ли ты бой Францис Энганну с Тайсоном Фьюри, и смог бы ты выступить настолько успешно, как Энганну в боксе? Слушай, я посмотрел бой, очень понравился. Я думаю, смог бы тоже подраться. Подготовиться хорошо, смог бы спокойно подраться. С таким же успехом, как Энганну с Фьюри, ты хочешь сказать? Не знаю, я не буду говорить, а раньше я же тебе говорю, я не из тех людей, кто там наперед что-то кричит. Но я думаю, неплохо подрался бы. Но красавец Энганну, можно так сказать? Молодец, молодец, сто процентов. Сергей, а есть ли у тебя сейчас какая-либо связь с Исламом Махачевым? Потому что вы когда-то вместе тренировались. Может быть, ты его с победой поздравил? И, кстати, смотрел ли ты вообще его поединок с Алексом Волкановским? Слушай, конечно, я всегда за ребятами смотрю. Хабиб меня поздравлял с крайней победой. С ребятами общаемся по возможности. Просто знаешь, как сейчас уже находится такая, скажем так, уровень у ребят, что до сих в своей стезе не всегда, знаешь, там много свободного времени, а так на хорошей ноте с ребятами. И, конечно, болел, смотрел. И я тебе скажу, я думал, что бой будет, наверное, знаешь, там все пять раундов. Потому что, ну, посмотрим крайний бой, который был очень конкурентный. Прям очень, очень прям удивлен был, хорошо дал. В общем, знаешь, разобрали по полкам, сделали работу как надо и просто съел. Сергей, ты говорил, что ты не работаешь особо с железом, ну, так скажем, когда у тебя про Жемлёжа спрашивали. Но сейчас-то мы видим, что ты с железом очень даже много работаешь. Потому что видео ты много выкладываешь. Это Николай Тукарев вопрос. Расскажи про свои показатели, пожалуйста. То есть, вот все-таки, сколько жмет Сергей Павлович? Честно скажу, я даже не смотрю. Вот, по физпоготовке сейчас тренер Николай Тукарев. Он, наверное, известный в таких уже широких кругах. У этого человека все записи есть. Он все записывает, фиксирует. Поэтому я даже туда не окунаюсь. Я говорю, тренер, что я сегодня делаю? У меня план такой раз, вывалю. Я посмотрел, ужаснулся и работаем. Ты когда в Россию обратно? Слушай, я надеюсь, в ближайшее время уже хочется быстрее домой. Как говорится, землицы русской в руку взять. Тебя ж год не было, верно? Да, да, да.